Так как Украина стремительно движется в ЕС и НАТО, то скоро обязательную службу в армии могут отменить. Предлагается к 2023 году провести соответствующие реформы в вооружённых силах Украины. Об этом заявил Александр Корниенко, который дал интервью популярному изданию. В интервью он сказал, что прорабатывается военная стратегия, при которой срочники будут заменены контрактниками и резервистами. Это станет возможным уже в 2023 году. Также будет реформа военкомата. Все эти реформы ожидаются, потому что они связаны с планом вступления в НАТО. Подчеркнул Александр Корниенко. Корниенко также рассказал о планах слуги народа на осень, когда начнётся шестое заседание Рады. По его мнению, депутаты продолжат вносить поправки в законодательство для реализации стратегии диолигархизации, восстановления судебной системы и завершения судебной реформы. В частности, реформы Конституционного суда. Также это будет связано с пакетами документов для налоговых и экономических изменений. К тому же, тема тарифов всегда актуальна в осенний сезон. Это тоже системные реформы. Например, децентрализация требует внесения поправок в Конституцию, а это сложно, потому что трудно предсказать, как они будут реализованы. Депутат сказал, готова ли его партия принять закон об олигархах во втором чтении и какие изменения нужно внести в целом. «Мы примем его осенью. Лично мне кажется, что в этот закон можно вносить различные изменения, но они бесполезны. Это фундаментальный рамочный закон, который предписывает новую парадигму взаимоотношений между бизнесом и политикой. Коллеги внесли 1230 изменений, и мне интересно, что именно в них содержится. Что касается концепции, я бы ничего не стал менять. Нужно работать над этим и сосредоточиться на принятии законов, которые заставят закон об олигархах работать. Что касается соответствующих нормативных актов, это антимонопольный закон, законопроект об антимонопольной комиссии. Законопроект о СМИ, который долгое время находился в стартовой позиции, сказал Корниенко. Он подметил, что некоторые его коллеги могут попасть под определение олигарх, но называть имена отказался, сославшись на незавершенность законопроекта. По заявлению депутата на заседании, которое планируется 24 августа, нардепы могут рассмотреть законопроект о большом государственном гербе. Также могут обсуждаться другие важные вопросы, а 23 августа будут обсуждать подготовку к Крымскому саммиту.